Посмотрите, как просторно. Мебели совсем немного. Вот полки-воронцы, полки-надлавочницы, пристенные лавки, да несколько столов. Я ещё кое-что забыла. Посмотрите, какая большая печь в углу. Не случайно про неё загадка есть? Большой медведь в углу. Это как раз про печь. Действительно, но эта печь особенная. В ней чего-то не хватает. Сразу и не поймёшь чего. Посмотрите-ка внимательно, где здесь труба, куда уходит дым. Этот дом отапливался по-чёрному. И когда хозяюшка приходила и затапливала печь, вернее, утром вставала и затапливала печь, то дым выходил прямо в избу и поднимался к потолку. А чтобы он всё-таки вышел из избы, есть такое отверстие, дымник называется, на потолке. Хозяйка его открывала, и дым туда выходил. Что же может быть хорошего, когда печь отапливается по-чёрному? В таких домах, несмотря на то, что и стены становились, темнели от копоти, и потолок тоже, несмотря на это, в таких домах было теплее, а стены становились более прочными, и в них не заводились жучки. Посмотрите, пожалуйста, на эту полку. Это полка с секретом. Вниз – это настоящий потайной ход. Вниз туда идут ступени, и можно попасть под пол и в хлев. Правда удобно? А сейчас я покажу вам необычные предметы. Про них есть такая загадка, про один из них. Что в избе за коровьи рога? Правда похоже на коровьи рога? А я сейчас попробую вам продемонстрировать, как этим предметом пользовались. Он называется – это ухват. Хозяюшка, чтобы не обжечь руки, брала ухватом чугун или горшок и ставила его в печь на огонь, на угольки, а потом также и доставала. Правда удобно? А сейчас покажу еще вам один предмет. Этот предмет тоже связан с печью, и называется он тоже необычно так, называется «пекло». А на вид – так просто лопата. Только лопата хлебная, потому что когда хозяйка пекла хлеб, то этой лопатой она доставала хлеб. Представляете, какой запах был в избе, когда в русской печи пекся хлеб. Ну а мы с вами подошли уже к столу. К столу обеденному. Вдоль стола две лавки, две скамьи. Обычно хозяин дома, его называли «большак», таким внушительным словом «большак», значит «главный». Он садился в центре стола, рядом с ним, ближе к иконе, рассаживались по старшинству его сыновья, зятья, а с другой стороны, ближе к печному углу, ближе к маме, большухе. Рассаживались дочери, тоже по старшинству. Порядок был неукоснительный, его нужно было соблюдать. Ну а знаете, кто такой главный господин в семье? Не знаете? Главный господин – это младенец, потому что, посмотрите, для него такая замечательная люлька или зыбка. А посмотрите, она как пологом накрыта тканью, она называется огибка. И когда кто-то придет посторонний в дом, хозяйка мама подойдет, сразу раз и задернет огибку, чтобы младенчика никто не сглазил. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...